Заказчик и мастер Однажды пришел к шапочнику заказчик, принес овечью шкурку и просит Сши мне из этой шкурки шапку Хорошо, говорит мастер, сошью Вышел заказчик от мастера и думает А ведь эта шкурка большая, может быть удастся выкроить две шапки Подумал он так, вернулся к шапочнику и спрашивает Скажи мне, мастер, а не можешь ли ты сшить из этой шкурки две шапки? Отчего же нет? Ответил шапочник, могу Если так, сшиешь две шапки, сказал заказчик и ушел Прошел он немного, подумал, опять вернулся к шапочнику и спросил Мастер, а не сошьешь ли ты из шкурки три шапки? Отчего же нет? Ответил шапочник, сошью и три Обрадовался заказчик и спрашивает А не сошьешь ли четыре? Сошью и четыре Ответил мастер А пять? Сошью и пять Тогда сши мне пять шапок Ушел заказчик, но с полдороги снова вернулся и спросил Мастер, а не сошьешь ли шесть шапок? Сошью и шесть А не сошьешь ли семь? А может быть и восемь шапок? Отчего же нет? И восемь сошью Ответил мастер Ну, тогда сши мне восемь шапок Хорошо, сошью восемь Приходи через неделю за своим заказом Через неделю заказчик пришел к мастеру Готовы ли мои шапки? Готовы Отвечает мастер Позвал он своего ученика и говорит Пойди и принеси заказчику его шапки Ученик тотчас же принес восемь маленьких шапочек Не на голову их надевать, а на яблоко Взглянул на них заказчик Удивился и спросил Это что же такое? Это шапки, которые ты мне заказал Ответил шапочник Эй, мастер Почему же это шапки такие маленькие получились? А ты сам подумай Ответил шапочник Взял заказчик восемь маленьких шапочек Ушел и стал раздумывать Почему же это такие маленькие шапочки получились? Почему?